Всем здравствуйте! Андрей Разин вновь по-настоящему шокировал многочисленных поклонников Юрия Шатунова и не только. На этот раз он заявил, что считает нужным отдать народу все гонорары ушедшего певца, если Светлана Шатунова не подпишет с ним определенное соглашение. Мы с правообладателями обращаемся к Светлане Шатуновой и к ее детям. Правообладатели готовы подписать договор, заключить с ней соглашение, согласно которому семья будет получать пожизненно деньги от творчества Юры. Причем не только от творчества и интернета, но и от фильма «Ласковый май 2», где судьба Юры Шатунова будет показана в полном объеме, сказал Андрей Разин. Продюсер подчеркнул, что в случае, если супруга Юрия Шатунова не станет сотрудничать с правообладателями, то деньги отдадут народу. Мы сделаем все возможное, чтобы люди имели полный доступ ко всем архивам, к творчеству Юры Шатунова, Сергея Кузнецова и в целом к «Ласковому маю». Поверьте мне, если Светлана не возьмет эти права, то эти права и те суммы, которые будут идти от творчества группы и ее наследия, будут принадлежать народу. А как мы это сделаем, я вам потом подробно расскажу, отметил Разин. Также продюсер заверил, что ведет многолетние судебные тяжбы за права на творчество легендарной группы в России только из-за своего гражданства. Отступать он совсем не намерен. Разин уверяет, что Юрий Шатунов в свое время подписал контракт и написал расписку. А он этот контракт продал американской компании, которая занимается съемками. Все это зарегистрировано в Штатах и регистрация российским судом совершенно ему не нужна. Добавим, что через 10 дней исполнится полгода, как ушел из жизни Юрий Шатунов. Супруга и дети исполнителя должны по закону вступить в права наследования. Видимо, Разин от безысходности решил любым путем надавить на семью Шатунова, чтобы получить желаемое. Будем надеяться, что Светлана Шатунова даст комментарии относительно заявления Андрея Разина. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!